Ну что, я уверен, что вам понравился обзор на карте микрорайона Блинова и Веселая. Сегодня у нас будет разбор, так сказать, предложений на карте, опять же, микрорайона Молдовка, правильно говорить, село, и район Орел-Изумруд. Ну, либо чай-совхоз, как его некоторые тоже называют. Ребят, вот такая вот карта мы сейчас использовать будем. Чтобы сразу понимали, с этой стороны мы въезжаем в район Адлерский, получается, здесь у нас Голубые Дали, район Чай-совхоз, к которому вернемся. Речь пойдет о Молдовке. Вот этот район, приближенный к зоне аэропорта. Да, это у нас центр, получается, микрорайон Блинова, микрорайон Веселая, Меретинская низменность, поселок Мирный. Смотрите, карта, так как у нас не полная, вы просто сможете сообразить, где этот район находится, Молдовка. В самом районе Молдовка есть и школа, садик, в принципе, так сказать, самодостаточный такой райончик. И все жилые комплексы, о которых мы сегодня поговорим, единственное только, что они находятся за вот эти пределы этой карты. То есть в пределах 15-12 минут по вот этой дороге двигаться до центра Адлера, до ЖД вокзала, до моря, так сказать. То есть по Молдовке, что удобно, так это нет никаких пробок. То есть если мы, допустим, говорим о каких-то районах, где бывает с утра, там в час пик какие-то пробки, то вот в Молдовке, к сожалению, к счастью вернее, вообще нет никаких пробок, поэтому это очень здорово. Ну и зона аэропорта для кого-то это наоборот плюс, потому что приехать, ну, улететь, прилететь и так далее. В общем, говорим об этой зоне, можно сказать, первым жилым комплексом, который хотел бы вам рассказать, это речной парк, который расположен на улице Ивановской. Предложение там со статусом квартиры сейчас начинается от 2 миллионов 400 тысяч рублей, приобрести можно 26 квадратных метров, то есть от 90 тысяч за квадрат предложения. Жилокомплекс Ивановский, жилокомплекс Приречный, они находятся прямо рядышком. В жилом комплексе Ивановский и Приречный статус квартиры начинаются в Ивановском цены от 3 миллионов рублей 25 студия, в Приречном 3 миллиона 350 за студию 26,4 квадратных метра. Не доезжая, получается, Приречного и Ивановского, есть жилокомплекс Каскад. Недавно я снимал для вас видео, там одного предложения инвесторского. За 3200 можно взять 42 квадрата на четвертом этаже. Ну, ряд нюансов там, конечно же, существует, то, что это четвертый этаж и то, что находится этот жилокомплекс около дороги. Туда, вглубь, дальше, ближе к селу Высокое, так называемое, которое плавно переходит с Молдовки. Есть жилокомплекс Лаверна, тоже есть видео на моем канале. Далее 12 минут, получается, от них проехать до моря, как я уже сказал. Там есть предложение от 80 за квадрат. За 2 миллиона 890 тысяч можно взять 34 квадратных метра. Жилокомплекс Каролина, тоже 3 миллиона рублей. Они там недалеко находятся. К сожалению, по карте не смогу показать. 80 тысяч за квадратный метр, можно взять 38 квадратных метров, и это будет полторашка. Видео у меня тоже есть по поводу этого. И самое доступное на сегодняшний момент от ЖК Жанет. Они находятся прямо рядом с Каролиной. Там за 2 миллиона рублей вы сможете взять 20 квадратных метров с копеечками. То есть от 90 тысяч за квадратный метр там есть предложение. Молдовка не дешевая. Если мы сравнивали, грубо говоря, с районом Веселая, где в 4 километрах и вы к Олимпийской набережной уже подъезжаете, лучшее набережное, то микрорайон Молдовка это на достаточно большом отдалении. Я так думаю, что в 2 раза это как минимум. Но при этом тоже пользуется спросом, потому что вот эта вся ветка идет на Красную Поляну. И поэтому есть люди, которые выбирают универсальный вариант для отдыха, к примеру, как на море и как добираться до Красной Поляны, чтобы им было удобнее. Они выбирают именно село Молдовка. Далее мы с вами зацепим район Орел-Изумруд. Он у нас расположен вот здесь. Вот мы видим Орел-Изумруд. И поговорим. Его какие, грубо говоря, преимущества. Ну, я там живу, весь этот район как бы я знаю. Садик, школа, 2 садика. В районе Кирпичный, в районе улицы Малиновой. Также, так сказать, в начале, так сказать, района Чесовкоз Орел-Изумруд есть школа. И какие здесь же комплексы. Ну, как мы въезжаем, сразу видим, здесь континент расположен. Ценник там, недавно я там был, от 125 тысяч за квадрат. И это можно приобрести за 3 миллиона рублей, там, 17 квадратных буквально метров. То есть, достаточно не из дешевых, комфорт-класс, с газовыми котлами в квартире и так далее. Чуть дальше, 200 метров, уже расположен у нас жилой комплекс Адлер, да, в котором вот мы как раз-таки приобрели себе квартиру. Две 17-этажки от 90 тысяч за квадратный метр. Есть пока еще предложение одной, правда, квартиры, но большой. 55 квадратных метров. А, грубо говоря, за 3 миллиона 100 тысяч рублей вы можете приобрести там студию, не на низком этаже, 28 с половиной квадратных метров. То есть, континент и Адлер, они отлично подходят для посуточной аренды, всего километр до моря. То есть, универсальный вариант как для отдыха, так и для сдачи посуточно, долгосрочно, тоже будет с удовольствием его брать. Если мы двигаемся по Гастелло, по которой, конечно, ну, я постоянно показываю, что есть определенного рода заторы, пробки и так далее, то мы попадаем в улицу Петрозаводскую. Вот эти все складские помещения, они находятся вот дальше жилого комплекса Адлера по вот эту вот сторону. Я думаю, что в дальнейшем вот эти все базы и так далее будут разбираться и будет здесь расстраиваться район. Потому что это равнина, грубо говоря, до конца там Петрозаводской, это 4 километра до моря. Все это будет перспективно застраиваться дальнейшими застройщиками. Что у нас еще есть в предложении, чтобы понимать по ценообразованию? Ну, во-первых, у нас есть жилой комплект Гастелло, который расположен у нас на улице Дачной, вот в этом районе. Это уже предел, предел где-то около 3 там с небольшим километров до моря. Там у нас есть предложение от 94 тысяч за квадратный метр, то есть 30 квадратных метров. Квартиру вы сможете приобрести за 2 миллиона 900 тысяч рублей. Отопление на электричестве. Кстати, забыл сказать, в ЖК Адлере газовая котельная, в континенте газовые котлы. Здесь на электричестве будет. И еще один комплекс, который нельзя как бы пропустить для сравнения, это у нас Озерный, который находится на улице Петрозаводской. Ну, вот в этом пределах, да, там еще жилой комплекс Golden City. То есть, есть данный комплекс, имеет два корпуса, один из которых уже сдан. В данном корпусе предложение есть от 97 тысяч за квадратный метр. Можно приобрести студию 18 квадратов, то есть 2 миллиона 100 тысяч рублей 18 квадратных метров. Тоже на электричестве отопления с пониженным тарифом. И строится там рядом второй Озерный. Второй Озерный, если мы выбираем одну из минимальных площадей, это 25 квадратов, можно приобрести за 2,450 по 98 тысяч за квадратный метр. Ну, в районе Голубые Дали у нас остался всего лишь жилой комплекс Голубые Дали. Там есть кое-какие продажи, перепродажи от инвесторов, от застройщика, ну, очень мало. Там в пределах уже 115 тысяч тоже за квадратный метр. Школа, садики, там есть рынок, почта, ну, в общем, все-все-все тоже есть. Единственный минус, что в район Голубые Дали не ходит автобус. То есть нужно ходить до улицы Ленина. Вот такой вот вам разбор, так сказать, местности, где что находится. Если что-то упустил, напишите в комментариях, обязательно укажу по поводу цены и расположения жилого комплекса. Ребят, ну, вот такие вот вам сравнения ценообразования по карте. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно поставьте лайк, поддерживайте канал, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну, и если возникают какие-то вопросы, опять же, шахматка необходима, да, по какому-нибудь из жилых комплексов, перепродажи, возможно, какие-то предложения от инвесторов. Все это бывает, все это мы можем вам предоставить, поэтому обращайтесь по телефону, который вы видите на экране. Всем пока!